3. Отключения были в качестве того, что в состав текста расстроительных умов в условиях ограничений был включен пункт, осваивающийся разработки раздела проекта цивильной обороны и цивильного захиста населения особой, мы начали. Какого было основания для отключения отдельного абзаца отдельного пункта «Местебудивные умов и обмежения» я признаю, что в доручении Украинской областной державной администрации 20.05.2016 года номер 22.15 визначено, что в складе «Местебудивных умов и обмежения» забудовав земельные бирюнки по всем объектам мстебудования, которые не даются замовникам мстебудования и поведенному по налаженному органам мстебудования и таргетуры, назначатся вимоги о разработке заходов цивильного захиста населения. Виручное доручение Украинской области «Местебудивные умов и обмежения», «Местебудивные умы» было включено по мстебудованию обмежениям щодо виконания заходов цивильного захисту згідно ДБН Б1.2.3.6.2016 «Инженерно-технический заход цивильного захиста», Враховывая то, что раздел инженерно-технических заходов и цивильного захиста разработается в составе проектной документации на дальнейшем стадии проектирования и соответствующей вимог государственных подъемных норм и постановления министра номер 6 по затверждению порядка объектов, что належит к субъектному постановлению проектированию, в котором длится вимог инженерно-технических заходов и цивильного захиста, в управлении не вимогового зумовно-технического раздела на стадии удержания и стабильного умов и мегащита. Отже, проектувальник должен на дальнейших стадиях проектування кереватись умовами длится нормативно-технических заходов для визначения на кислотность разрознанного лекарейного раздела. Как это касается к областнику, к областнику, к областнику, к областнику Казарского, где будет магистральное значение, а также враховывая функциональное призначение объекта. Объект называется виробничея сквозка бюдивля. Вдоместа бюдивных умов была включена вимога еще до удержания погоджения органи национальной полиции, подополнила в закон, яким зазначена необхідность отримания погоджения архитектурно-проектного решения объекта управления мисублево-технического архитектуры, згідно и с статтей 14 закону про архитектурную деятельность. Ну, если коротко говоря, то было замечание у доказчика-остройщика о том, что необоснованно включили пункт, вместо бюдива у него умовы обмежения, касающиеся цивильного запускного церкви. Что он снять все вступает? Что еще? Это обязательная 2016-го норма включения этого пункта. Пункт что за собой вручает? Разработку отдельного раздела проекта комплектации цивильного запускного. Это вакуация в случае назначаемых ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций. Это проект. Он включает в себя обязательное строительство защитного сооружения. Он включает в себя какие-то дополнительные ваку-выходы. Что он себя включает в данном случае, в данном проекте? Я прошу прощения, Александр Иванович, а вот это же специальные документы вместо бюдива не умываются. Арон, у нас будет цвет Козарского у нас просто неяснули из темы. Так, ну не важно. Ну, это переименование. Нет, это не Козарского. Казарского. Именно так звали командира корабля. Ну, науке и Казарского, да. Я вам хочу рассказать, мне просто законы вот этой вот бумаги, то есть бюдивных умов. Я специально на данном примере, у нас много таких, наша проектная организация занимается с 2002 года проектами. Когда должность вступила новый архитектор, начали появляться вот такие вот бюдивные умов. Значит, эти местобюдивные умов полностью противоречивают наказу номер 109 нашего кабинета министра, нашего департамента, подписанные Белоусом. Здесь четко прописано, что должен предоставить на градостроительный расчет проектант для получения местобюдивных умов, и что непосредственно архитектура должна какие-то пункты соблюсти. Это все написано в этой постановке. Когда-то это... Я его тоже спрашивала, я говорю, скажите, пожалуйста, может быть, высказали наказ? Ну, мы как бы его не получили. Потому что у нас появились на сайте вот такие вот вымоги. Это выставило правление архитектуры и градостроительства. Значит, какие должны быть пункты, что должен быть... Что должен предоставить проектант для получения градостроительных условий? И также уже даже и было вывешено, ой, я не взяла, уже даже решение исполкома. Ну, исполком вот эти вот условия еще не рассматривала. Как я сейчас знаю, что создана рабочая комиссия исполкома. Вот. И они должны рассматривать вот эти вот умовы. Эти умовы полностью противоречат вот этому вот наказу. По поводу того, что я давала обращение... Ну, я давала обращение не в архитектуру, Александр Анатольевич сейчас зачитывал ответ, а давала также обращение на Мельского головы, наверное, направил это на вас. Вот. Хочу вам сказать, что в моем обращении, в точно таком же, как и на вас, как на председателя комиссии, вот, я указала не только проект разработки цивильной обороны. Тут у нас четыре у меня вопроса по вот этому вот месту будильному мову. По поводу цивильной обороны. То, что Александр Анатольевич говорит, что вышел у нас наказ, приказ, это доручение местного головы, да, облдержадміністрации, доброе. Ну, скажите, пожалуйста, а это доручение, воно скасовывает всю постанову? У меня просто таке питание. Значит, я бы когда подошла к Инне Викторовне, которая разрабатывает вот эти вот несобутивные умовы, которые Максимова, которые выдают, я и говорю, Елена Викторовна, каждому объекту надо подходить индивидуально, потому что мы вам... Ну, надо не классифицироваться. Понимаете, есть постанова. Вот вы отмените постанову, отмените законы, ну, обратитесь к народным депутатам, а потом, пожалуйста, вводите свои законы, мы будем жить. У нас есть постанова. Ну, пожалуйста, все это я понимаю, это вы сейчас правовыми вопросами. Вот для конкретно... Ну, у вас правовая комиссия, я же вам это пришла. Ну, я еще конкретно, вы пришли, потому что вот конкретное местоподивные умовы, которые включили вот этот пункт. Не только. Ну, хорошо, первое это. Если бы это, то шли бы на землю. Держи, пожалуйста, что за собой влечет... Так я заходу, же, тут уже вопрос. Что за собой влечет данное, насколько я понял, складское помещение, вот этот пункт связан со Севери Анатольевым? Что от вас хотят? Разработать проект гражданской обороны для этого здания. Ну, что вы... Это... Ну, вот вы тоже понимаете, что здесь он не входит в перечень. Вот в столовом помещении два работника. Ну, это вы понимаете, да? Ну, вот вы спросите, пожалуйста, Анну Анатольевну, я хочу ее видеть. То есть, по сути, это незаконная вымога, еще до какой... Какая-то строится клоподавка. Нет, это как незаконная. Есть наказанный МЧС и доручение области администрации включать. Я думаю, вы... Включать умовы обязательно... Вам все без исключения? Включать, но по необходимости разрабатывать. Мы же везде включаем до этого 13-го... Ну, хорошо, складское помещение не имеет подранного помещения. По эвакуации людей, если под... Гражданской обороны. Да, раздел гражданской обороны. Я вам хочу сказать... Нет, нет, для этого есть постанова 14-го года. Есть для нас, она кабинет министром, она выдана кабинетами министров. Стасуйте, стасуйте. Интересно, но все интересно. Это законность. Это законность. А я вам могу сказать, почему я... Ну, поэтому вопрос вообще подняла вот такую вот бурю. Потому что ГАЗ наш, ну, все знаете, он когда приходит на объект проверять, он что, первое, что смотрит? Это проектную документацию. Естественно. И что он открывает? Ну, это будем не умовывать. А вот еще посмотрите, что пишет наша многоуважаемая архитектура. Вот снова, что это будет. Забеспечение умов транспортно-пешеходного взвеску, то есть прохода и проезды, которые проходят по территории. А теперь, внимание. Поддержать погоджение органов национальной полиции Украины у Миколаевской области. Скажите, пожалуйста, у нас есть закон о градостроительной деятельности. Уже он внесен изменения в него. Что он гласит у нас? О том, что рабочий проект, рабочие чертежи не согласовываются с державными органами. А тут меня обязывают, понимаете? Мне дается это своего рода задание на проектирование. Это исходные данные. Что такое вместо будем не умовывать? Согласно закону градостроительной деятельности, 29 статья, это у нас исходные данные. Это не указ царя. Вот просто, понимаете, сделали из местобудивных умов решение. Ну да не решение. Ну это не решение. Это то же самое, как мне пришел заказчик. Я вместе с ним составляю, он пишет задание на проектирование. То же самое архитектура мне дает местобудивные умовы. А все наши инженерные сети дают мне технические условия. Все, это мне исходные данные для проектирования. А местобудивные умовы, когда приходит газ. Вот он говорит запасчику, он меня вызывает, естественно, как проектанта. Я не выполнила вот этот пункт. Я не выполнила пункт. А вот смотрите, вот в нашем, это так, Александр Анатольевич, потому что у меня совсем недавно, да, я выиграла судьбы, естественно. Но я трачу свое время. Я трачу, извините меня, юриста своего время. И несу финансовые затраты. Потом мне, конечно, возвращается это. Но, тем не менее, у меня вот по такому же вопросу было. То же самое, по цивильному захисту. И газ меня оштрафовал, я вам честно говорю, на 130 тысяч. Это еще по старому. Это по старому. Сейчас уже будет по 260 тысяч. Вот, значит, почему я должна выполнять вот эти вот условия? И это еще не все. Посмотрите, у нас появился, вместо будивных умов, вот в перелику, в перелику, у нас всего, навсего, получается, должно быть 13 пунктов. Это перелик. А в наших 14. Перелик, то есть ждем постановой тогда. Правильно. Она не менялась. Она не менялась. А это точно, она не менялась. Есть уполномоченный орган, который, если считает нужным для себя дополнить перелик, он это делает на законодательном уровне. Вы согласны? Согласен. То есть мы должны действовать в рамках закона, учитывать рекомендации. Если вы хотите это включить в перелик местобудивных умов, то тогда логика должна быть обратно пропорциональная. Вы их не пишете, конкретно взятые местобудивные умовы, а вы разрабатываете то, что вы сейчас разработали. Про затверждение вымок до местобудивного разношенка с технико-экономичными показнаками запланованного объекта будивных. Подождите, уже я пошла, да? То есть, поэтому я понимаю, этот документ висит на сайте Меськой Рады как проект решения исполкома. А вот здесь, уважаемые коллеги-копутаты, начинаем задавать вопросы. Почему? Игнорируя множественность рекомендаций, которые мы давали вам, чтобы был такой документ разработан и согласован комиссией, вы решили, что, по сути, нормативно-правовой акт утверждает не сессия, а утверждает исполком. Это первый вопрос. Второй вопрос. То есть, при утверждении нормативно-правового акта, никто из Управления архитектуры, еще нужно дать этот проект на ознакомление депутатам. Я скажу вам честно, вот в данном проекте решения я вижу нарушения законов. Каких? В плане интеллектуальной собственности. И я, извините за мою скромность, я вижу в нем коррупционные риски. Называю пункты те, которые сюда заложены. Демонстрационные материалы, визуализация, макет таинша, просторого вырешения объекта у сформованного местоподобного территорище. После этого раздаются визитки и макеты делают определенные заказчики. Объясните мне, для того, чтобы определить намеры застройки, будет объект строиться или не будет, может быть реконструкция или нет, вы считаете, что нужно тратить деньги заказчику в кучу макулатуры? Это ресурс людей или ресурс заинтересованной стороны. То есть, для чего, извините меня, потом человеку, который платит свои деньги за проект, да, нужно управление архитектурой сдавать схему генерального плана, выкананного на новом топографичном, геодезичном изнимании. С этим согласна, потому что типа у нас официальная версия, мы что-то куда-то там заполняем. А дальше ключевое. Знанесенными обмеженными у паперовому та цифровому вигляді форматом DWG и DXC на электронном носителе с привязкой до местной системы координат контурив земельной делянки проектованных объектов и с разработкой их координат, выполненной организацией, которая имеет соответствующую цену. То есть, таким образом, законодатель в сфере градостроительства делает либеральную реформу. Он упрощает получение градостроительных условий и ограничений. Для того, чтобы это было какое-то развитие там предпринимательства и не загружать человека, да, если он хочет там сделать себе крылечко или потак, он как бы не должен заниматься всей вот этой макулатурой. Наше добрезное управление архитектурой договорилось до того, что на этапе получения местобудивных умов вы требуете заказчика, выполнена организация, что имеет соответствующую лицензию. При этом лист разъяснения Министерства регионального розвитка говорит о том, что местобудивный разрахунок не есть стадией проектования. И разработка это надается в дозвольной форме, с доступной и достислой информацией про основные параметры объекта, будивництва, та его технико-экономичными показнаками. Назва объекта, очиквально подраховывать, площадь забудовывать. То есть, в принципе, местобудивный разрахунок, законодатель говорит о том, что разрабатывает не лицензиат, а заказчик. То есть, тетя Мотя, которая хочет делать себе парикмахерскую, берет и свои фантазии выкладает на бумагу. Я вам рассказываю, что происходит дальше. У нас градостроительных условий за 2016 год. Выгнано аж 54 штуки. За 2017, ну, думаю, по 5 ежемесячно. Там пошел уже, конечно, клево. При этом, у вас не то, что всплеск развития. Мы уже неоднократно на комиссии рассматривали водолей, которые, чтобы вы понимали, местобудивные умовы для того, чтобы сделать аквапарк, горки растаять, он их получает уже скоро будет после 9 месяцев. За это время уже можно забеременеть и мальчика родить. Но мы с тобой неумовы, мы никак не получим. Объект, который несет за собой социальную функцию. Это единственный, в принципе, бассейн, который тренирует олимпийскую сборную, по сути. Но подниматься ему не надо. Мы ему протягиваем не руку помощи, а вот вам мыло душистое, вот вам веревка душистая. Поэтому они получают градостроительные условия ограничения на дверь, чтобы вы понимали. То есть это уже не то, что дно, а дверь. Дальше по списку. Лист еще один. Министерство регионального розвитка будильництва. Про вызначение окременных параметров, местобудивных умов и обмежений. Загальні порядки до додатку. Непорозумение, зазвичай, стосуется пункту 10 основных технико-экономических показателей объекта будильництва цього отдела, которые иногда детализуются показниками местобудивного розрахунка в объеме основных данных и технико-экономических показателей проекта, вклад которых наводится у додатка ВКРЛ до ДПН-2014, вклад в объеме проектной документации. Что он говорит законодатель? Он говорит, что то, что вы требуете на этапе градостроительного расчета, должно быть отражено в рабочем проектировании. Но при этом, разрабатывая вот этот шедевральный документ, шедевральный, вы загрузили как проектировщика, так и заказчика, как баржи, которая никуда не плотнул и лед не поедет, а скорее всего затронет. Но при этом вы не удослушались нигде уделить внимание конфликтным моментам, которые возникают в сфере регулирования градостроительной деятельности. То есть по земле, чтобы не было таких объектов, как мафия, вы нигде, никаким отдельным разделом не детализировали информацию. И как не было у нас, извините меня, взаимодействия между условиями договора на этапе получения градостроительных условий ограничений, так ее не будет. Поэтому потом, при строительстве таких объектов, скандальных, как вы понимаете, на что я намекаю, вы будете разводить руками и говорить, супер, а уже мы выдали градостроительные условия ограничения, и мы их отменить не можем, потому что это не акт. Так я вам довожу до вашего зрения. Вот это акт. И подругитесь, пожалуйста, документы, которые регулируют правоотношения и касаются неограниченного количества лиц, рассматривать сессии и через депутатские комиссии, а не прикрывать их исполкомом, который, по сути, является таким себе очень быстрым инструментом для налагоджения спик-практики. У меня все пока. Субтитры создавал DimaTorzok